Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу предложить вам необычный рецепт. Я думаю, что мало кто из вас о нем слышал, а уж тем более пробовал. Считается, что этот пудинг готовили на Рождество крестьяне в Англии, поэтому рецепт очень простой, но при этом очень вкусный, с настоящим рождественским ароматом. К тому же у пудинга очень необычная рассыпчатая структура, а также не очень обычный процесс приготовления. Поэтому, если вы любите эксперименты на кухне, это рецепт для вас. В первую очередь нужно подготовить сухофрукты. Перебрать при необходимости, помыть и обсушить. Традиционно для этого блюда берется виноград, темный и светлый, и курага. Я еще добавляю сушеную клюкву. Берется 120 грамм кураги и 120 грамм в общей сложности изюма. Курагу я режу кусочками, примерно размером с изюм. Замороженное сливочное масло я натираю на крупной терке. Отправляю масло в миску с мукой. Сюда же добавляю панировочные сухари, соль и пряности. Если вы любите пряности, не скупитесь на них, так как это все-таки рождественское блюдо. В качестве пряностей можно брать мускатный орех, имбирь, корицу, кардамон, гвоздику. По отдельности или можно взять сразу смесь пряностей. Ну, например, для печенья или для пряников. Сюда же добавляю сахар. В ингредиентах вы увидите, что сахара нужно 120 грамм. Это по рецепту. Но так как я не очень люблю сладкое, я уменьшаю количество до 100 грамм. Также беру цедру апельсина, которую я потерла на мелкой терке. Ее количество также на ваш вкус. Добавляю сухофрукты, молоко и яйцо, которое я слегка взболтаю вилкой. Осталось все хорошенько размешать. Запах уже изумительный. Аромат пряностей и цедры смешивается с ароматом сливочного масла и панировочных сухарей. Запах очень приятный и аппетитный. Беру стеклянную миску, обильно смазываю сливочным маслом и перекладываю туда тесто. Разравниваю. Накрываю форму куском фольги и плотно прижимаю. Теперь мне нужно поместить миску с пудингом в чашу мультиварки, где уже у меня находится немного воды. Чтобы было удобнее, я использовала упаковку от фольги. При необходимости подливаем еще воды. Не забывая, что миска должна быть погружена в воду примерно на 2 третьих. Отправляю чашу в мультиварку и выставляю на режим тушения на 2-2,5 часа. То же самое можно сделать и в кастрюле, поместив в нее чашу с пудингом, также накрыв ее фольгой. И тушить на медленном огне то же самое время. При этом кастрюля должна быть плотно закрыта крышкой. Для крема я беру молоко, добавляю сюда яйцо. Можно взять 2 желтка, тогда крем будет более нежным. Сахар, его количество также можно увеличить. И крахмал. Все хорошенько размешаю. Отправляю кастрюлю на плиту и буду варить, помешивая, до загустения. В конце добавлю ванильный сахар. Крем готов. Учтите, что он не должен быть сильно густым, но по консистенции примерно как сгущенное молоко. Отведенное время прошло и наш пудинг готов. Для более удобного извлечения можно оставить полоску пленки по бокам, при помощи которой я опускала туда миску. Но я вам покажу, как я извлекаю пудинг. Немного нажимаю с этой стороны на миску, только очень аккуратно, чтобы вода не попала внутрь. И с этой стороны вытаскиваю. Переложу содержимое на тарелку. Пудинг очень легко отходит от формы. Ну вот, пудинг готов. Запах, конечно, невероятный. Немного поливаю соусом сверху, так как мы будем поливать еще каждую порцию. Ждать, пока остынут крем и пудинг, вовсе не обязательно. Это все очень вкусно, как в теплом, так и в холодном виде. Добавляю еще крема. Его должно быть много. Буквально каждый кусочек пудинга должен купаться в креме. Но если вы не хотите готовить крем, то пудинг можно подать со сгущенным молоком. Но, честно говоря, для меня это очень приторно. И еще, не могу не упомянуть один нюанс. Некоторые добавляют в этот пудинг немного разрыхлителя, буквально пол чайной ложки. Но в том рецепте, который взяла за основу я, разрыхлитель не используется. И у меня, как-то, честно говоря, не возникало желания экспериментировать в этом направлении. То есть, я всегда делаю без разрыхлителя. А вы, если хотите, можете попробовать и так, и так. Ну и вообще, кого заинтересовал этот пудинг, информацию можно найти в интернете. Обязательно попробуйте, приготовьте. Это что-то необычное. Спасибо всем, кто смотрел сегодня этот рецепт. И не забывайте писать комментарии. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. А мы увидимся в следующих видео.